Привет! В прошлом видео я начал собирать в подобие сверлильного станка из кусков ЛДСП, мебельных направляющих и обычной дрели. В общем и целом получилась работоспособная штуковина с погрешностью 1 мм на 100 мм сверления, что между прочим является лишь одним процентом отклонения от вертикали, а это для конструкции из железяк и палок очень хороший результат. Видео осталось незаконченным, нужно было провести испытания и выбрать лучшие решения, и потом полностью пересобрать стойку заново. Быстро пробегусь по идеям первой стойки, а затем покажу обновленный вариант. Первое, что нужно было сделать, это ручка, и самая первая идея ее установки выглядела так. Просто палка на петле, давит на направляющую и опускает дрель. Пока тестировал все в руках, идея оказалась работоспособной, но прикрутив петлю на саморезы, оказалось, что есть только 7 см хода в самом низу, а поднимая выше, вниз ее уже не опустить. Вторая версия палки ручки тоже была очень простой. Та же палка с петлей плюс болт М6, вкрученный в отверстие 5 мм. В самом верху есть некоторое сопротивление скольжению палки по болту, но в целом работает. Пример работы. Кнопку хомутом пока не зажимал, поэтому работаю двумя руками. Затем была попытка сделать крепление для дрели. Как минимум потому, что мой вариант 3D-печатный, и не каждый сможет такое повторить. А я стараюсь делать проекты максимально простыми для повторения. Просверлил кусок мебельного щита ближайшей коронкой на 44 мм. Диаметр, правда, должен быть 42,5 мм, поэтому разницу хотел компенсировать стягиванием прорези. Но то ли надо было делать прорезь поперек волокон, то ли такой вариант вообще не может работать, но крепление сломалось от небольшого усилия руками. Так что вариант так себе. Вспомнил, что у меня есть подходящие подшипники и добавил две штуки на болт. Теперь палка-ручка работает плавно и вверху, и внизу. Очень удачной идеей было повернуть ручку дрели от себя. Во-первых, потому что бесит торчащий в лицо кабель. Во-вторых, такое расположение позволит и настроить углы, и надежно зафиксировать дрель, и провести кабель скрытно, и отвести точку сверления на 15 см от края детали. Дальше все увидите. Свои размеры давать не буду, под каждую дрель они будут разными, но суть проста. В движущейся детали нужно сделать прорезь под ручку дрели. Если уводить центр дрели на 15 см, то резиновая деталь, защищающая кабель от перегиба, будет мешать, и я хочу ее снять. Чтобы этого не делать, можно увести дрель на 20 см. Но я посчитал это излишним, и хотел заменить кабель дрели на более короткий, поэтому вскрыл дрель и просто вынул резинку. А кабель оказался без соединений, поэтому не стал резать и оставил все как есть. Но если дрель нужна только для стойки, то можно переделать и более радикально. От центра патрона до ручки около 15 см. Поэтому буду использовать кусок ЛДСП размером 20 на 10 см. Сверлю в 15 см от края 44 коронкой. Конечно, нужен диаметр 42,5, но таких коронок я не нашел. Теперь все в сборе. На вертикальной детали вы можете видеть вырез под ручку дрели, а в горизонтальные отверстия под эту же дрель. Ручку я переделал на двухсуставную. Или двухсуставную. В общем, с двумя суставами получается одинаково мягкий ход, что в самом верху, что в самом низу. Деревяшки просверлены 5-мм сверлом и в них нарезана резьба М6 сразу этим же болтом. Примитивно, но работает и держится. Размер палок тоже давать не буду. Тут надо брать что-то примерно похожее, делать тестовую версию, просверлив кучу отверстий и поняв, в каких из них лучше работает. Примеряю дрель и проверяю, как будет работать. Диаметр посадочной части дрели на 1,5 мм меньше, чем диаметр отверстия, поэтому догоняю его изолентой. Здесь нужно получить плотную посадку в отверстие, а выставлять углы будем уже на ручке. Сидит вроде плотно, но шатается очень сильно. В качестве эксперимента решил просверлить два отверстия на 5 мм и вкрутить в них болты М6, чтобы слегка поджать дрель. Это совсем не обязательно, но так, конечно же, крепление дрели будет надежнее. Крепление и настройка дрели вверху производится с помощью хомута скобы, одной угловой и одной плоской пластин. Одна ось настраивается натяжением болта, а другая его поворотом в большом отверстии плоской пластины. Конструкция может и не самая удобная, но, как я уже говорил, я стараюсь сделать все максимально простым в повторении. И использование скобы на ручке мне показалось самым простым решением. И еще один вариант настройки углов – зафиксировать верхнюю точку мертва, а настраивать внизу с помощью тех же болтов, которыми я закрепил дрель в куске ЛДСП. Только отверстия нужно сделать побольше, болты взять подлиннее и упор этих болтов помягче, чтобы не покоцать дрель. Добавил простой выключатель для более удобной работы и зажал кнопку хомутом. Хомут на кнопке – это очень плохое решение. Он не дает настроить обороты дрели, но ничего другого пока не придумал, настроил на средние обороты и пока мне этого достаточно. Самый показательный, на мой взгляд, тест – это сверление пером на глубину в 10 и более сантиметров. Раз за разом получаю отклонение не больше одного миллиметра, что при такой длине абсолютно нормально. Учитывая, что кусок ЛДСП стоит на поверхности сам по себе, а значит и не обязательно строго вертикально, то вообще докапываться не до чего. Меня устраивает рукой, так точно не просверлишь. Сверление в брусках толщины 40 миллиметров вообще получается идеальным, так что я полностью доволен своей самоделкой. Стоит учитывать, что даже у новой дрели может быть люфт патрона и увидеть его можно только хорошо зажав дрель и вставив в патрон длинное сверло или биту. Но даже с таким люфтом вы видели результат, очень близкий к идеалу. Но если вам вдруг нужна большая точность, то ваш выбор – это дрели с металлическим корпусом редуктора. Форуму говорят, что там люфтов быть не должно. Также удобно две скорости в самом редукторе. Плюс под такую дрель, если что, не жалко будет купить качественную стойку для сверления. Тогда можно получить и очень точный сверлильный станок, и не захламлять гараж, например, огромными станками из СССР. Установил выключатель. Выглядит не очень. По-хорошему нужно кабель дрели укоротить и незаметно подвести к кнопке. А кабель от кнопки вывести где-нибудь снизу и сзади. Но это дело недолгое, сделаю потом. Важное дополнение. Для болта настройки нужно использовать только обычные гайки. Лучше с гровером. Барашки от вибрации откручиваются. Проверено. Очень мне понравилось использовать длинную пружину для дверей. Она очень мягко работает и держит хороший вес. При желании ее можно быстро снять с угловой пластины и переставить выше, что увеличит высоту установки дрели. Ну и как обещал, в конце видео переделанный вариант. Он еще не окончательный, но очень к нему близок, поэтому можно и показать. Дорабатывать если и буду, то неспешно и продумано. Основание 40 на 30 сантиметров из двух слоев ЛДСП Дуб Санома, который купил в Валеруа. Центральная стойка 40 на 20 сантиметров тоже из двух слоев. Вместо прорези под ручку только отверстие. Так смотрится аккуратнее, правда напоминает скворечник. Ручка пока из простых палок. Усиление получилось маловато, по длине рычагов можно увидеть, что раза в два. А надо бы в три или четыре. Сзади все так же, только установил сверху крышку. Укоротил пружину, отрезав четверть и попытался провести кабель аккуратнее. Но оказалось, что нужен еще один держатель кабеля. Длинный провод, конечно, очень сильно портит внешний вид. Но я пока не определился, оставлять ли именно эту дрель здесь навечно. Поэтому и не спешу с переделкой. И еще не успел придумать, что сделать с кнопкой. Хомут вообще не решает проблему. Настройка оборотов происходит нажатием. А крутилка только ограничивает глубину этого нажатия. Так что нужно какой-то зажим на кнопку с возможностью управления нажатием. Наверное, напечатаю что-нибудь на 3D принтере. Идей проще у меня пока нет. Но если вдруг у вас есть, буду рад услышать в комментариях. Сверлит хорошо. Выглядит уже лучше. На дрель и настроечной железяке можно придумать какой-нибудь чехол. И будет вообще не докопаться. Настройка сверху такая же. Только вместо пластины отверстие диаметром 20 мм. Ну и последнее и очень важное дополнение. Титрек в основании стойки. Для удобства сделал тестовый упор. Брусок с двумя болтами М8 под узкий профиль. На торце еще один профиль для выставления упора. И два больших 3D печатных барашка для легкого зажима. Пример использования. Черчу линию. По линии выставляю сверло. Подпираю упором и фиксирую его. Теперь можно просто и быстро сверлить отверстие на одной линии. Давно о таком мечтал. Между отверстиями я особо не вымерял. Поэтому там вы можете видеть разные расстояния. Но все они на одной линии. Идеально. И еще один упор позволяет делать отступ по другой оси. Перпендикулярно основному упору. Благодаря этому можно сверлить отверстие на заданном расстоянии от угла. Сделать пару зажимов для титрека. Только настраиваемое крепление для пылесоса. И можно будет сверлить не только просто быстро и точно, но и чисто. Всего лишь благодаря метру титрека стоимостью 300 рублей. Красота. В общем, несмотря на то, что моя стойка выполнена из мебельных деталей и напоминает скворечник. Она отлично работает. И я давно не засматриваюсь на сверлильные станки. Конструкция простая и надежна как кирпич. Стоимость конечного результата около 1000 рублей. Поэтому могу рекомендовать к повторению. Буду рад вашим комментариям, какой я молодец. Ну или конструктивные критики. Вдруг я все-таки не молодец. И на этом у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok